Обычно они или за кулисами, или в зрительном зале, нервничают, переживая за своих подопечных. Но в этот праздничный вечер педагоги Самарской детской музыкальной школы имени Шостаковича – почетные гости. Они на один концерт в областном художественном музее стали благодарными слушателями. Их ученики подготовили для них поздравления в честь 90-летия учреждения. Сегодня как раз мы решили в завершении года педагога и наставника, в завершении нашего юбилейного года, сделать большой подарок именно педагогам. Подарить им душевный, теплый, праздничный вечер, чтобы они не только чувствовали себя на сцене, но и чувствовали себя гостями. Почувствовали вот эту душевность, теплоту праздника, почувствовали ценность своей профессии, важность своего каждодневного труда. Но некоторые преподаватели решили не оставаться в стороне и тоже поздравить педагогический коллектив. Сыграл для своих коллег Валерий Ксенофонтов. Он возглавляет одно из старейших отделений с сильными традициями – народных инструментов и классической гитары. Уже более 20 лет учит детей правильно подбирать лады и аккорды. Валерий признается, что преподавание его вдохновляет. За его работу по воспитанию культуры и творчеству подрастающего поколения мужчину наградили благодарственным письмом от главы Самары Елены Лапушкиной. У меня есть радость общения с детьми. Это на самом деле очень интересная профессия. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне нравится играть на гитаре, учить детей. И иногда у меня это получается, иногда не получается. Ну, как в любой профессии, я стараюсь всегда стремиться к большему. Наградили и других преподавателей школы. Почетные грамоты, благодарственные письма и медали вручали от областного правительства и от городской администрации. Поздравляя коллектив, руководитель городского департамента культуры напомнила и о творческой дружбе с легендарным композитором Дмитрием Шостаковичем, чье имя сейчас носит школа. И о директорах, которые прославляли учебное заведение. И о воспитанниках, которые стали гордостью самарской музыкальной культуры. Мне отрадно, что мы этот год завершаем таким прекрасным событием. Я желаю вам всем через 10 лет встретиться вместе и отправлять в столетие нашей блестящей школы. Ну, а после концерта педагоги вновь вернутся к своим ученикам, которых в учреждении более 380, чтобы подготовить с ними новые выступления, которые будут радовать слушателей так же, как и их в этот праздничный вечер. Светлана Кудрявцева, Андрей Горигуленко, Константин Головин. События.